Вышеупомянутая преподобная Феодора, посетив райские обители, низведена была в преисподней земли и видела страшные нестерпимые муки, уготованные грешникам во аде. Воскресший воин Таксиот поведал, что он был похищен дьяволами с блудного мыторства. Они свели его из воздушного пространства вниз на землю. Земля раступилась, и он был спущен по узким и смрадным сходам до преисподних темниц адовых, где души грешных затворены в вечной тьме и вечной мухе. Войн Таксиот, житель африканского города Карфагена, проводил жизнь в грехах. Случилось в Карфагене муровое поветрие. Видя множество умирающих, Таксиот пришел в чувства, покаялся в грехах своих и переселился до города. Там он впал при любодеянии женой земледельца, у которого жил. Вскоре был укушен змеёю и, не успев покаяться, скончался. Его похоронили в соседнем монастыре. Через шесть часов по погребении своём он воскрес, едва пришел в себя на четвертые сутки. Тогда все приключившиеся ему по смерти он поведал, обливая слезами карфагенскому архиепископу, блаженному Тарасию. Самый образ и шествия души из тела и обстоятельства, его сопровождающие, изложены святыми отцами для наседания и спасения нашего. Прибаловный Фёдор Студит в третьем оглашении своём говорит, «Братья, останемся ли мы навсегда здесь? Нет. Нет. О горе, братья! Какое страшное таинство смерти! Как мы должны быть всегда внимательны, исполнены покаяния, рассудительны, помышляя, что ныне же предстоит нам смерть, помышляя, как будет свершаться разлучение души от тела, как придут ангелы, не говорю о том, как предстанут бесы. И бесы приходят к увлекающимся страстями, помышляя, каковы будут труд и болезнь при страшном введении их и при слышании повеления «Душа, выходи!» Тогда человеком, разлучающимся от тела, служит великую помощью, утешением, радостью, добрые дела и чистота совести. Тогда послушание имеет великое верзновение. Тогда смиренно-мудрие приносит великое утешение, слезы вспомоществуют, добрые дела прогоняют бесов, терпение вспомоществует, и противники возвращаются без всякого успеха души. Великой радости пойдут вместе с ангелами к Спасителю. Но душу, стяжавшую навык в страстях и побежденную грехом, обымет великий страх. Тогда побеждают бесы и низводят эту окаянную душу с собою в преисподний ад, в отму и тарта для мучения. Однажды два ангела явились к преподобному Макарию Александрийскому, современнику и сподвижнику Макария Великого, обиловавшего дарами духа, и беседовали с ним. В этой беседе один из ангелов сказал, услышь, Макарий, каким образом души, как верных, так и неверных, выходят из тел и уводятся, и ведают, что по примеру совершающегося всем мире, должно умозаключать о небесном. Как посланные земным царем воины взять кого-либо, схватывают его и задерживают, хотя бы он этого не хотел и этому противился, задержанный, пораженный страхом, трепещет и ужасается присутствие тех, которые без милосердия влекут его в пуп. Так, когда пошлются ангелы, чтобы изъять из тела чью-либо душу, благочестивого для человека или нечестивого, она приходит в испуг и устрашается присутствие страшных и грозных ангелов. Тогда, наконец, она усматривает, как бесполезно для нее, ничтожно, не доставляет никакой помощи множество богатства, знакомых и друзей. Она слышит и понимает слезы и рыдания окружающих ее человеков, но не может произнести ни одного слова, не подать голоса, потому что никогда не случалось ей испытать такого требования об бесшествии. Ее устрашает и неизмеримое пространство пути и перемена образа жизни. Также она ужасается виды тех, у которых находятся уже во власти, и которые не оказывают ей никакого сочувствия и милосердия. К тому же, она томится скорбью по причине привязанности к телу. Она болезнует и тоскует о разлучении и разъединении с ним, как своим сожителем по природе. Ей не соприсутствует и не воспомиществует никакое утешение, заставляемое совестью. Разве только душа сознает за собой добрые дела. Таким образом, душа и прежде изречения Верховного Судьи судится своей совестью. Пространно говорит о обстоятельствах, сопровождающих смерть, святой Кирилл, патриарх Александрийский, в слове «На исход души». Из этого слова помещаем здесь краткую выписку. Какой страх и трепет ожидает тебя душа в день смерти. Ты увидишь страшных, диких, жестоких, немилостивых и бесстыдных демонов, подобных мрачным муринам, тебе предстоящих. Одно ли день их лютия всякой муки. Душа, увидев их, приходит в смущение, волнуется, метется, ищет спрятаться. Прибегая к Божьим ангелам, святые ангелы держат душу, проходя с ними воздух и возвышаясь, она встречает мытарство, хранящее путь от земли к небу, удерживающее души и препятствующее им восходить далее. Каждое мытарство испытывает принадлежащие ему грехи, каждый грех, каждая страсть имеет своих мытарей и истязателей. Какой страх, трепет и беспокойство должна ощущать душа, видя все это, доколе не произнесется окончательный приговор, ее освобождающий. Болезнен, бедствен, исполнен стенаний, безутешен час нерешительности. Божественные силы стоят против лица нечистых духов и представляют добрые помышления, слова и дела, принадлежащие душе. А она в страхе и трепете посреди припирающихся о ней ангелов и демонов ожидает или оправдания своего и освобождения, или осуждения и погибели. Если она проводила жизнь благочестиво и богу угодно и соделалась в достойную спасение, то приемлют ее ангелы, и она уже спокойно шествует к Богу, имея спутниками святые силы. Тогда исполнится сказанное – отбежали печаль, болезнь и воздыхание. Тогда, освободившись от лукавых, гнилых и страшных духов, она найдет низглаголовную радость. Если же окажется, что душа прожила в небрежении и блуде, то он слышит лютейший глаз. Да возьмется нечестивой, да не узрит славы Господней. Постигают ее дни гнева, скорби, нужды и стеснения, дни тьмы и мрака. Оставляют ее святые божьи ангелы и похищают мурины, демоны. Они начинают бить ее без милосердия и низводят на землю. Растворившись землю, вергают душу, связанную нерешимыми узами, в темную и мрачную страну. Присподние узилища и темницы адовые. Где заключены души грешников от век усопших, как говорит Иов, в землю темную и мрачную, в землю тьмы вечной, где нет ни света, ни жизни для человеков, но болезнь вечная и печаль бесконечная. И плач непрестанный, и скрежет зубов немолчный, и воздыхание неусыпающее. Там слышится непрестанное, увы, увы. Там зовут, и нет помогающего. Там выпьют, и никто не избавляет. Нет возможности поведать тамошнего бедствия. Нет возможности выразить тамошние болезни, которые подвергаются незверженные туда и заключенные там души. Изнемогают всякие уста человеческие к объяснению страха и трепета, объемлющего узников адских. Нет уст человеческих, могущих выразить томление и плачь их. Непрестанно и вечно стонут, но никто их не милует. И спускают глубокие воздыхания, но никто не слышит. Рыдают, но никто не избавляет. Взывают и бьются, но никто не милосердствует. Тогда где похвалы сего мира? Где тщеславие? Где наслаждение? Где пресыщение? Где благородие? Где мужество плоти? Где красота женская, обманчивая и губительная? Где дерзость бесстыдная? Где украшение пышными одеждами? Где сладость греха нечистая и гнусная? Где помазующие и окуривающие себя мирами и благовониями? Где пирующие стимпанами и гуслями? Где пристрастие к деньгам, имуществу и происходящее от него немилосердие? Где бесчеловечная гордость, внушающая всеми и научающая уважать только одного себя? Где пустая и суетная человеческая слава? Где зрелище и прочие игрища? Где кощунствующие, праздно-беспечно живущие? Где? Где мягкие одеяния и мягкие постели? Где высокие здания и широкие врата? Где мудрость мудрых? Благоязычие ритеров и суетная ученость? Увы, все сметутся, поколеблются, как уземленные, поглотится вся мудрость их. О, братья, помыслите, каковым подобает быть нам, имеющим дать отчет в каждом поступке нашем, и великом, и малом. Даже за каждое праздное слово мы дадим ответ праведному судьи.